Мастер, в йоге существует понятие о иллюзорности мира. Майя, как вы относитесь к подобным утверждениям? Это совершенно истинно, действительно, весь мир – это грезы Бога, и на сегодняшний день теоретически большинству людей известно, что майя существует, есть понятие иллюзорности мира, майя, которая накрыла, покрывала своей майей и вводит людей в заблуждение, люди привыкают к этому якобы материальному миру. Но сегодня ученые в современном мире, прогрессивные ученые говорят о том, что материи не существует. Существует энергия, существует что-то, что является основой этой материи. И по сути это верно. Но у этой основы материи есть еще первая причина, из которой вообще рождается все. Мастер, вы упомянули, что теоретически многие люди знают об иллюзорности мира. А каким образом можно практически прийти к этому знанию? Если вы научитесь находиться в состоянии, где нет отождествления с иллюзорным материальным, псевдоматериальным миром, выйдите на уровень за пределы эго-личности, интеллекта, выйдите наружу, скажем, в духовном отношении, наружу своего тела, к которому привязан ум, с которым он связан непосредственно, выйдите за пределы пяти органов чувств и поймете иллюзорность этого мира. Но интересно то, что в причинном плане эта иллюзорность возникает как нечто материальное. И вот проблема в том, чтобы человеку понять и разотождествить себя с тем, что является бренным или непостоянным. Постоянство только в духе, постоянство может быть только в атмане, но атман, он не является материальным. Как можно сказать, что сознание материальное. Поэтому человеку надо войти в свое космическое сознание, тогда он поймет истину, что находится за пределами проявленного мира, который есть материя и который есть иллюзия. Если этот мир является иллюзией, то чем обусловлен порядок вещей в этом мире? Почему одно идет после другого, а не наоборот? Порядок вещей обусловлен тем законом, который существует в этой, так скажем, проявленной вселенной. И этот закон — это есть то, что фактически является гармонией. И в этом законе разум проявлен, раз он существует и он выразил себя как целая вселенная, должно быть гармоничное сосуществование. Поэтому есть законы миров. Вот физический мир — это самый материальный мир, где вы можете увидеть достаточно грубое выражение этого закона. В астральном плане этот закон более тонкий. Но и здесь, и там должна быть организованность, иначе будет хаос. И для тех, кто думает, что все хаотично, в реальности это очень высокая степень организации, которую охватить невозможно. Это необходимо для того, чтобы все было гармонично и все сосуществовало вместе. И таким образом этот матричный принцип, он имеет возможность развития. А скажите, пожалуйста, почему даже святые мудрецы, которые осознали себя в прошлых жизнях как духа, они не осознают себя в этой жизни до какого-то определенного возраста, то есть приходят в этот мир, скажем так, забывая свою истинную природу? Существует такое понятие, как лилы, божественные игры. Если мудрец в той или иной степени забылся, но остается внутри мудрецом, значит, это нужно для выражения этой сути, которую выразил себя как мудрец, то есть этой души атмана, даже если он осознан, но забылся в какой-то степени, был осознан, забылся, значит, это нужно для того, чтобы в этой жизни он сыграл некую роль. Если он будет помнить, в данном случае мы говорим о том, кто забылся, но является мудрецом. Если он будет помнить о том, кто он на самом деле, то он не сыграет свою роль так, как должен был бы или должен будет сыграть. Это игры, божественные игры. Тот же Рама, например, он не помнил о том, что он аватар до определенного времени, хотя он является аватаром очень высокого уровня. Это необходимо было для того, чтобы произошли те события, которые возникли, по сути, изначально как идеи и должны были выразить себя. Таким образом мир развивается. Все зависит от уровня сознания. Не все мудрецы забывают себя. Некоторые. Так необходимо. Если говорить о том, что даже полубоги некоторые приходят на Землю и забывают себя, есть аспекты богов, которые приходят на Землю и забываются, это необходимо для того, чтобы было искреннее развитие в этом месте в новом качестве. Таким образом он постигает себя снова и снова. Но в какой-то момент он вспоминает. А то, что они забывают себя, связано как-то с воздействием на них космической иллюзии? Скорее, если мы говорим о мудрецах, это скорее связано не с воздействием, а с решением верховных владык, которые играют в эту жизнь. Но это божественная игра, еще раз, это не просто игры, это божественная игра, которая связана с эволюцией. И таким образом решение принимает тот аспект божества, к которому относится данный мудрец, к примеру. Но либо верховный владыка, который решает создать иллюзию игры или игру, если хотите, в том или ином виде. Это не является воздействием. Потому что воздействие Майи может быть только на обычное сознание. То есть на обычный интеллект, на обычного человека он забывается. Если этот мир иллюзия, то стоит ли вообще совершать какие-то действия, к чему-то стремиться? Обязательно стоит. Как минимум нужно совершать действия для того, чтобы понять, что это из себя представляет, почему иллюзия завладела сознанием, каким образом от нее избавиться. Любой человек хочет осознанности. В той или иной степени ему интересно знать. Есть люди, которым вообще ничего не нужно, это значит, что они находятся в невежестве. Но придет время, в какой-то момент в нем включается некий интерес или жажда жизни. Любой человек, любое живое существо хочет быть осознанным. Потому что если вы хотите наслаждаться, вы должны понимать, что это вы наслаждаетесь. И, конечно же, любое живое существо, в данном случае мы говорим о человеке, он будет в той или иной степени стремиться к тому, чтобы что-то понять. Пусть на своем примитивном сначала уровне, но тем не менее. А через какое-то время сознание будет пробуждаться. И тогда знания придут. Когда придут знания, будет проявляться мудрость. Естественно, нужно обязательно действовать. Обязательно нужно двигаться в направлении познания. И через какое-то время вы познаете себя. А через себя вы познаете всю природу. И через познание всей природы вы поймете, что есть майя, и перешагнете через нее. И больше она на вас не будет влиять. Вот такая вот задача стоит у всех. Спасибо большое, мастер. Субтитры создавал DimaTorzok